Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковка заказов Аберлик по пятому каталогу, плюс новинки шестого, и так, поехали. Здесь заказ больше, чем на 100 баллов, ну прям вот куча новинок. Вообще, распаковка заказов Аберлик, это всегда такое что-то приятное, какие-то сюрпризы. Кстати, не забывайте, 3 апреля пройдет розыгрыш по мега-акции, уже совсем скоро, и про призы, и про коробки. Кстати, время идет, и техника дрожает, с каждым днем уже не получается регулярно обновлять свои девайсы, ведь их стоимость, мягко говоря, не впечатляет. Например, последний iPhone по цене перешел отметку 100 тысяч, а это очень даже немаленькие деньги. Чтобы регулярно обновлять свои девайсы, нужно прилично зарабатывать. Либо есть вариант зайти на Crazy Box и забрать любой интересующий тебя гаджет за какие-то копейки. На данный момент это лучший онлайн-магазин сюрприз-коробок, где реально каждый может выиграть что-то ценное. Открывая сюрприз-бокс, ты в любом случае останешься с призом. Например, это могут быть духи Chanel за 15 тысяч, а если повезет, то MacBook, iPhone или даже планшет. Какой приз получишь ты, зависит только от тебя, ведь есть возможность увеличить шанс выпадения желаемого приза. Если не знаешь, с чего начать, то открывай бесплатную коробку. Но на что-то грандиозное не рассчитывай, ведь она бесплатная. А если хочешь выиграть что-то по-настоящему ценное, то действуй по такой схеме. Первое. Пополняй баланс с промокодом из описания, который дает плюс 100% денег. Второе. Выбирай нужную тебе коробку. Третье. Увеличивай шанс выпадения и открывай. Если не понравился приз, продавай его обратно сайту. И открывай коробки до тех пор, пока не выиграешь то, что хочешь. Затем заполняй адрес доставки, заказывай посылку и жди уведомления с почты. Совсем скоро она приедет к тебе. Коробок на сайте очень много. Сюрприз можно сделать как себе, так и своему другу или подруге. В общем, переходи по ссылке в описании и забирай свой ценный приз. Коль у нас тут зонт отдельно лежит, давайте с него и начнем. Он у меня, сразу скажу, не один. Я взяла целых три зонта. Мне уже нравится наконечник. Уже отличается от предыдущей версии. Ментоловый зонт. Предыдущая версия у меня есть. Недавно показывала его в Дзене. Здесь решила взять розовый. Это не розовый, это какая-то пыльная роза. Так, информация у нас там внутри. Сейчас я за кадром пошуршу, его распечатаю и все вам покажу. Я сняла пленку и вот как, собственно говоря, зонтик выглядит внутри. Цвет мне нравится. Да, действительно такой пыльная роза. И по внешнему виду отличается сильно от предыдущих зонтов. Предыдущие зонты, кстати, очень-очень крепкие. Служат верой и правдой. Все отлично. Артикул 600-855. Розовый зонт, рост, полуавтомат. Вот эта ручка, она такое ощущение, что сделана как будто под кожу. Но она блестит. Но здесь сверху, здесь пленочка, да, девчонки, здесь сверху пленка. Поэтому, я думаю, снимем ее или не снимем, сейчас посмотрим. А так, вот чехольчик от зонтика. Мы его с вами снимаем. Смотрите, какой красивый наконечник. В общем, здесь роза пыльная плюс золото. Красивое сочетание вообще на самом деле. То есть и кнопочка здесь под золото. Вот эти штучки, не знаю, как они правильно называются, тоже под золото. И на ручке тоже у нас под золото. Но вообще пленку вот так вот просто не снять. Такое ощущение, что правда, там вот смотрите, внутри кожа, но сверху какая-то пленочка. Так, сейчас кнопочка. Все, открою и покажу, как он выглядит полностью. Вообще классный, красивый. Цвет прям такой, знаете, шикарный, шикарный. Первый зонт большой. Слушайте, очень крепенький. Такой же крепенький, вот прям как были тросточки. Вам камера немножко неправильно передает, делает его каким-то бежевым. Нет, он пыльная роза. Что на нем здесь есть? Это, ну как бы сам вот этот ремешок. И вот так здесь написано Фаберлик. Плотный, упругий, большой, огромный. Вот прям укрыться можно с кем-нибудь вдвоем. Прям огромный, огромный. Красивый. Так, внутри сейчас вам покажу. Вот как он выглядит, то есть он за всю мою кухню практически занимает все свободное пространство. Он очень большой, очень классный. Такая красота. Давайте я его пока оставлю для сравнения с другими. Ну, давайте сразу смотреть два следующих зонтика. Один зонтик коты. Зонт-автомат, уже не полуавтомат, артикул его 600 851. Материал, информация, кому интересно. Вот, смотрите тоже, как все упаковали. Ручку завернули в пупырку. У нас здесь с вами чехол с котами. Написано Фаберлик. Стрит-фэшн. Уличная мода. Так, вот как он у нас с вами выглядит. Вот так выглядит ручка. Красивый. Но этот зонт я отдам, наверное, Ксюшке с котами. Розовый себе. И вот такой вот у меня еще серенький. Это мужу. Тоже автомат, артикул 600 849. Информацию тоже вам всю показываю. Красивый цвет. Я думаю, он будет темнее. Нет, очень красивый. Смотрите, ручки у них. Получаются вот такие вот идентичные. Вот так вот сделаны кнопочки. Очень симпатюшно. И внутри и один, и другой зонт черный. То есть у них есть еще УФ-защита. То есть защита от солнечного излучения. Эти зонтики можно вполне с собой брать на пляж. Кнопочки. Все отлично. Все нормально. Спицы. Смотри, видите, еще получается двуслойный. То есть тут подложка такая черная. И с котиками у нас с вами тоже кнопочка серебристая. И внутри подложка. Ну вот аромат небольшой присутствует. Не пойму чего. У белого зонта причем. Нет, у обоих зонтов какой-то аромат не очень приятный на самом деле. У трости не было такого аромата. Это, видимо, какой-то материал пахнет. О, еще мне достался подарок в виде пятна какого-то. Но бывает и такое. Смотрите, как сделаны вот эти наконечники. Я на самом деле не очень такие люблю. Потому что они у нас получаются пришиты. Они у нас получаются пришиты. Я надеюсь, в процессе эксплуатации отрываться не будут. Потому что, да, пришиты. Вот черная ниточка. Они пришиты. Я люблю больше вот как в трости, чтобы выдевались наконечники. Но формат автомата зонтов, наверное, по-другому нельзя. Я не специалист в зонтах. Строчка здесь внутри белая. Вот. Вот такой вот зонтик. Сейчас я их открою вам и тоже покажу. Следующий лот. Это у них очень неприятная тушка. Одушка. Зонт. Трость не пахнет. У этих прям, ну вот прям, тошнотная. Сейчас на балкон на ночь буду выносить. Автомат. Проверяем. Ух ты, ешки-то. Вот. Аж зонт мой улетел. Вот здесь уже, видите, натяжка ткани немножко другая. Вот о чем я говорю. Почему я люблю именно трости. Да, там, смотрите, какая плотная натяжка ткани. А здесь нет. Не настолько плотная. Но это автомат. Вот спицы вам. Смотрите поближе все эти. Показываю, как тут все это. Вот так вот выглядит. По размеру. Вот их даже не сравнить. Ну, что, ну нет, они такие же огромные. Они такие же огромные. Может быть, трость чуть-чуть поглубже. А так они такие же огромные. Здесь тоже написано. Только фаберлик. Где-то было я видела. Было, было, было. Было написано фаберлик. Или нет, на серии климета. Слушайте. Есть. Да, вот тут вот немножко. Вот написано фаберлик. Как бы, и как он здесь вот выглядит. Вот таким вот образом. Видите, ну, натяжка не плотная. Розовый, он прям весь разгладился. Такой прям классный. А здесь вот таким образом, ну, вот эта вот пика. Номер 3 зонт с котами. Кстати, и у серого, и у белого зонта вот такая вот резинка. Это именно резинка, она тянется. Она реально тянется. Тоже он попахивает, конечно. Так, погнали. Опа. Вот так. Тоже, видите, натяжки такой ткани нету. Натяжки ткани нету. А здесь у меня внутри какое-то пятно. Не критично, как бы я заморачиваться по этому поводу не буду, но вот так вот случилось. Так, смотрим на котов. Вот у меня здесь зонтик в пятнах, немножко в коричневых. И вот как выглядят эти коты. Здесь, не знаю, написано где-то Фаберлик или нет. Сейчас написано, да. А тут у нас у него было написано Фаберлик Стрит Лайф. И вот как выглядят эти коты. Сейчас я его положу, чтобы было видно. Так, лежи. Вот. Вот как выглядят эти коты. Ну, тоже достаточно большой, но розовый нет. Все равно больше это видно. На эти зонтики немножко поменьше. И вот смотрите, про что я говорила. Здесь у нас зонт, трость. Вот эти наконечники, они надеваются просто на спицу. А здесь пришиты они везде. Дальше в отдельном пакетике у меня были носочки. Так, это у нас с вами, по-моему, новинка шестого каталога. Укороченные носочки. Они, по-моему, у нас там представлены в трех цветах. То есть три возможные расцветки. Вот моя. Это белые, такие светло-бежевые и коричневые. Укороченные носочки. Взяла размер 39,41. Артикул 820, 718. Давайте смотреть, что они из себя представляют. Ну, вообще, я такие носочки люблю. Цена Фоберлик на них адекватная. Вот такие вот три пары. Под кроссовки, под какие-то тапочки. Летом уже не подойдет, потому что они достаточно глубокие. Они прям глубокие, могут торчать. И под кеды тоже не под всякие, как бы надо смотреть. Здесь есть силиконовая пяточка, что мне очень нравится. Причем три ряда силикона. То есть, чтобы они держались. Но эти носки, они и без силиконовой пятки, я вам скажу, хорошо держатся. Вот как они, видите, выглядят. То есть, они глубокие, под глубокую обувь. Но вот сейчас весной самое оно такие таскать. Потому что у нас уже достаточно тепло. Мне, например, жарко ходить в каких-то других носках. А вот эти вот самое оно. Они очень мягкие, приятные на ощупь. Нареканий никаких нет. То, что силикончик есть, тоже хорошо. Поэтому всегда имеет место быть. И, да, должны быть. Даже Ксюшке отдам. Потому что размер хоть и 39-41, но и от 36-го тоже подойдут. Как бы будут хорошо. Смотрите, вот как бы носочек. Отличный. Так, и дальше взяла мужские носки мужу. Это не новинка. Артикул 820-689-44-45. Размер. Состав показываю. Кому интересно, можете на паузу нажать. Я уже брала такие носки, но не мужу, а крестному нашему подарок. И теперь тоже взяли обновить. Здесь две пары. У нас с вами темно-синие с полоской. На пятке полоска и на носочке полоска. Они достаточно длинные. Прямо вот длинные-длинные. Но мужчинам нормально. И черные. Здесь тоже полосочка такая светло-сиреневая и лавандового цвета. Материал хороший, приятный. Хлопок достаточно тонкий. То есть он вот в принципе почти светит. Видите, пальчики? Вот сейчас на весну тоже очень отличненько. И на лето они тоже подойдут. Состав у них хороший. Ножки сильно подеть не должны. Так, дальше у меня что, мои хорошие? Я взяла себе целых две тряпки. Размер 30 на 30. Артикул 910-432. Вы знаете, я вот к микрофибре Фоберлик как-то очень всегда скептически относилась. Мне не нравится. И мне не нравится, кстати, когда вот она новая. Когда малейшие заусенцы за эту микрофибру цепляются. Но после первой, второй стирки тряпки просто вот великолепные. Они огромные. Сейчас у меня лежит одна в использовании. У меня есть мои любимые тряпочки с маркетплейсов. И тут как-то Фоберлик давно не доставала. Она у меня все лежит. Они у меня лежат в стопке все тряпочки. Я каждый день меняю на кухне. А это все лежит вот где-то в самом низу. До нее не доходят руки. А тут дошли, я поняла, что какая она крутая. Лучше всего на свете впитывает воду. Вот с уверенностью могу сказать. Насколько я была влюблена в мои тряпки с маркетплейсов. Ну, кто смотрит меня в Телеграм, на Дзене, те знают, про что я говорю. Вот эти впитывают еще лучше. Ну, вот просто великолепные. Вот просто. Но, вот я опять же повторюсь, мне при первом использовании, при втором не нравится. Но вот когда два-три раза постираешь, два хотя бы, вот она какая-то становится великолепная. Она очень мягкая. Но я не очень люблю эту микрофибру на самом деле. Не знаю почему. А вот после стирки она ведет себя лучше. Вот знаете, такой казус. Но это лично для меня. Так вот эти тряпочки вообще многие любят. У них очень приятная расцветочка. Мне подходит под кухню. Они большие, но очень круто впитывают. Впитывают во влажном виде. То есть не когда вы сухой начинаете воду вытирать, а тряпку нужно сначала смочить, отжать. И тогда она впитывает все до малейшей капли. Так, едем дальше. Даже не знаю с чего начать, девчонки. Давайте съедим. Ну, во-первых, по ВИП-программе заказала себе коктейль. Весна, все, хоре. Заменять ужин планирую. Так, артикул. Его 1000 рублей он выходит по ВИП-программе с 70% скидкой. 156,53. Мое последнее время всегда раньше тем летом, то и осенью, то и весной брали шоколадный. Мне Ксюшке он очень понравился. Ну, тут как бы шоколадные приелись совсем-совсем, поэтому решила взять смородину. Пусть будет вкусненько. 15 порций. Состав классный. Кто не знает, это белковые коктейли с повышенным содержанием белка и с огромным количеством различных микроэлементов и витаминов. Если заменять один прием пищи, лучше ужин, конечно же, то результат будет налицо. Так, дальше у нас выходят новые травяные сборы. Первый – это желчегонный травяной сбор. Замечательно, просто, вот замечательно, просто великолепно. 158,78 артикул. Смотрите, какой здесь состав. Мята, перечная, кориандр, ромашка, мелиса, спорожь, лаванда, тысячелистник. Так как у меня уже желчного нет, но желчь, тем не менее, в организме образуется, я решила, что все-таки пусть будет. Я как бы не испытываю никакого дискомфорта из-за его отсутствия. И жизнь моя никак не изменилась. Но, тем не менее, приятная отдушка мята превалирует. Прям приятно. Я не очень люблю ромашку в травяных сборах, но здесь прям вот мята, мелиса, аромат вкусный, классный. Здесь 20 пакетиков, довариваем как чай. Тут в рекомендации смотрим 1-2 пакетика. На прием и будет на счастье. Смотрите, девочки, у кого желчный еще есть, но в нем есть камни, а 90% не знают об этом, что у них есть камни в желчном, потому что они годами могут себя никак не проявлять. Здесь нужно быть осторожными, конечно. Потому что вместе с желчью можно погнать и камень. Камень попадает в проток, и начинается приступ, и время уже идет на минуты. Поэтому у кого есть камни, конечно же, этот сбор пить нельзя. Если вы не знаете, есть ли у вас камни или нет, то лучше тоже не надо. Потому что можно спровоцировать приступ и уже будет. Дальше у нас выходит контроль веса в шестом каталоге. Вы посмотрите, какая прелесть. Вот это, мне кажется, ждали все. В чем этот контроль заключается? Давайте смотреть. Артикул сбора у нас с вами... Так, 15877. Я прям два взяла, конечно же. Здесь тоже мята, галатея, хвощ, зеленый чай, корень солодки, корица, ускоряет метаболизм, кстати. Экстракт джимни, мы не знаю, что такое. Экстракт гарцинии. Ну, мяту мы знаем, понятно, эти оксиданты. Так, галаги, трава галаги нормализует уровень холестерина, деятельность же катей и метаболизм, то есть ускоряет, скорее всего, метаболизм, да? Хвощ против отеков и ожирения снижают уровень глюкозного. Великолепно, вообще просто, смотрите. Ну, зеленый чай, понятно. Солодка, антиоксидантный, это мы тоже знаем. Лопух, холен лопухачает кровь от вредного холестерина, токсинов, соли тяжелых металлов. Ой, вообще, ну просто. Корица молота, сердечно-сосудистая. Свободные радикалы, не написано, кстати, здесь, что ускоряет метаболизм, она его реально ускоряет. Так, джимни, мы вот это препятствует в своем сахаре, уменьшает тягу к нему. И гарциния снижает в крови уровень веществ, которые вызывают чувство голода. Интересно, какие вещества вызывают чувство голода? Кто не знает. Противодействует ферментам, способствующим синтетику холестерина. Очень интересный состав, на самом деле. Будем с вами пить, смотреть, как это все работает. Тоже 20 фильтр-пакетиков. Ну, нормально. Знаете, такой достаточно терпкий аромат трав. Не пойму даже, что превалирует. Мята, да, тоже как бы перечную я чувствую хорошо, но он такой прям, знаете, прям эх. Прям какой-то такой бодрящий, по первым впечатлениям. Но будем пить, будем пить, будем смотреть. Так, дальше у меня здесь еще боды, пищевые добавочки. Могу обрадовать тех, кто давно ждал магний. У нас появился снова магний. Это я не по ВИП-программе взяла. Он доступен уже всем. Но девочки некоторые писали, что у кого-то на складе есть, у кого-то нет. На нашем центральном складе есть. Артикул 158.01. Магний – это магний. Магний надо пить сейчас всем обязательно. Нервы свои беречь и так далее. Мы все с вами прекрасно понимаем. Взрослым по две таблетки в день во время еды. Я его пью в ужин на ночь. Так, и еще кто давно чагу ждал. Чага тоже появилась. Я ее люблю. Я ее пью натощак. Чага – это тоже мощный антиоксидант. Так, артикул чаги 157.49. Ее очень давно не было тоже. И вот она появилась. Так, у нас здесь по 10 капель, если я не ошибаюсь, чага. Она с пипеткой. Да, это мощный антиоксидант. И вообще она прям практически против всего и для всего. Здесь пипетка. Я приблизительно уже знаю 50 порций. Что одна треть пипетки – это мне на приемчик. Вот где-то одна треть пипетки я набираю с утра. Встаю натощак, выпиваю стакан воды и добавляю туда одну треть пипетки чаги. Она такая достаточно темная, красящая. Но на стакан воды, как правило, у меня это 400 миллилитров, я выпиваю натощак, ну, 300 минимум, она вообще не ощущается, вкуса никакого не дает. В кофе, в чаи можно тоже добавлять, но я не люблю. Мне лучше вот натощак ее выпить. Я так вижу больше эффекта.